что ты готов готов опять же тут это лестница еще мешая не так я же и стал хотел надо было этот снеговую лопату на место надо было поставить разобрать босни уже шли не буду я кодлинки ну ну это в ангаре я тут же в ангаре так переживай ты дожди бояны не той рукой давай не не я ж даю воздух холодный же привет Украина что загалом сегодня трошки попрацюем как бы хотим привести до ладу оприскувач помить промыть ну помыть с верху его промыть форсунки подивиться надо будет трошки там люфты прибрати вот трошки и вот смотрите в таком вигляді он у нас находиться ну как бы за час зберегания пилу пилу назбирал но ничего керхером что вдарем будет все нормально зробимо загалом его техничное обслуговывание и подготовим его до работы вот тут и сюда и будем оприскувать уже о зиме чтобы не бегать тогда как в жареном хорош пока хорош пока хватит а а будьте уже готовым для цього всего дела так а ну иди сюда оператор иди сюда сын оператора будет зараз практику проходить иди среди до мене до мене подход не бойся бери камеру час камеру бери не 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 а тут бери ручки так держи двома бери ручками держи боти бери не крепко держи крепко крепко не бойся вот так да вот так сейчас я подивлюсь выставлю кадр як на мене держи не ревненько ревненько вот так вот так вот так вот так вот так ровно ровно два вот так и держишь понял все держи не шевелить муки вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот охоте держи Повернись, вот всё, стоп. Стой, стой на вниз. Вот так. Стоп, стоп, стоп. Зерно. А ну просто замерзай. Не, ну что сейчас. Снимаем с ней? Да снимаем. Кривенько, но снимаем. Стой, 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 стой. Что ты хочешь? Туда встань, назад. Давай, давай. Вот так, вот так, вот так, дивись. И камеру держи, держи ровно. Вот так, ровненько. Ты снимаешь, стой, держи камеру. Да. А ну, мусинчики. Відходь, відходь. А ну, ровненько держи, ровненько. Вот так, во. Стоп. Всё, вот так, держи. Молодець, давайте. Ниже, наверху. Откривай дверь. Откривай дверь. Держи, держи, держи. Не води, не води. За папой не води. Ты сюда наводь. Типа, вот так. Да, надо вливить. Мусь, на Костю, на Костю снимай. Хорош. Костю снимаешь? Так, свистите. Держи маленький. На, якось опускай. Что? Расчат. Та підвимуть просто туда-сюда и всё. Не, не хватало вообще. Мой, сюда левийше поверни. Вот так. Вот так, во. Вот так. Вот так держи. А ну давай ближе мою сторону. А нам без разницы, нам підцепить и всё. Мы же не робить. Буде для меня? Назад руки. О, потолкаю так в сторону. О, ещё, ещё. Опа. Всё, иди, добрая. Там. Надо шею. Та ща, будем же ещё. Так, зараз Юра там пішов поки за мойкою. Ось такий вигляд он має на дворе. Ну, робочий оприсковач. Йому уже роки... По-моему, скільки... А скільки оприскивателю год? Год? Да, по-моему, 10. Ну, как МТЗ ж купили, потом купили оприскивать, да? Так, через два года. Да какие два года? По-моему, в той самий год. Да? Ну, как МТЗ... Ну, сейчас пойдём спросим у начальника. Начальника? Да, работа непильна. А ну, чим мы тут занимаемся? Рассмотрим. А, сериальчики дивимся. Этот. А скільки оприскивателю год? Ми ж МТЗ купили весной, а потом оприскивателю літом там, шось таке, да? Пару год. Чи пару год були... А, я ж возил воду Красюкамче, да? Чи пару год, да? Чи на следующий год? Пару год. Ну, це ему скільки тоді? Восім, да? Восім, да? В девять. Восім, дев'ятий, да, получается, грубо говоря? Если пару год МТЗ... Ну да, девятий год, получается. Все, я забыл, что мы... Степана я возил, для чего ж воду, получается. Ну... Тато у нас сьогодні... Займається... Якби ось цим делом. Ну, він довший сериальчик сили дивиться. Ну, то таке. Робота все йде. Головне, что работа йде. Тебе там уже маловато в баку. Надо пшеницу добавлять. Ну да. Грати 책 надо. Ну, да. Пум-пум-пум, так. Мити ось будем... Оцею мийкою нашою. Це, поможем, ми ж і... Це є роки за п'ять. По-моему, в 15-м лише, так? Ну, щось таке, в 15-му купили. Ну, уже... Насос, як би, качає все нормально ще, Ну, рилюха вже не працює, Та, що вона вимкнута. Да, її там уже нема. а мы сделали ее напрямую, в резетку тикаешь, и он запускается сразу. Роки, как говорят, берут свои, но помила вона, в принципе, немало. Мы же брали эконом-классу, как бы, за 2,5 тысячи гривен, тогда она стояла, то нормально. Наверное, с этими нюансами, что там не делаешь реле, это автоматически вымкнение и вымкнение, то все равно нормально. Да, Мусять? Нормально? Ну, давай, я тебя снимаю, да? Скажи привет. Вот так. Так что так. Ну, короче, зараз будем займаться этим делом, и сделаем по плану, как я сказал, промить спочатку, промить форсунки, насос там, переверить тиск, и в конце люфты нужно будет прибраться на крилах, где самое я покажу дальше в видео. Должно быть, наверное, лучше опускай еще. Трохи опускай еще. Хорош, 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 пока так повисит. Ну, должно разложиться хватит, а потом будет видно, что так. Так, обмили трошки пилючку ту, яка назбиралась за час перебывания в ангаре. То уже и выглядь совсем другой. Сейчас разложимся, снимаем распилювачи, промываем. Ну, я думаю, ты сам помиешь, а я поделюсь тут же по сварке, чтобы время не терять. Да, то разрезай, там надо шепить. Веревочку по-людски будет сделать, яка была, тогда потерялась же. Ну, яку мы завязываем туда, хорошо, чтобы крыла не выпадали. Что там? Надо будет, до речи, а ну, у нас тут рулетка тут помогла, ну, сбегай в ангар. Померять ширину, интересно, за ней габарит. Чи проходит він 260, чи не по крылам, да, чтобы знать. Нема? Нема, это в тракторе есть метро? Да. По-моему, есть эта черная раскладка. Метр тут, да? Да, метр тут, давай, я придержусь с одной стороны. Чи ты сам, в принципе, не? Да. А ну. Плюс. Два. Польше, наверное, зараза, да? 2,60. А. Ну, ну. Да, это 2,60, это такое, плюс-минус замыкание, то такое, что они, это, знаешь, 2,60. Ну, вот получаем. А там там 2,60, чи 2,65? Ну, или 2,60. О, по-моему, 2,60, да. По-моему, все, что шире 2,60, же. Ну, яка вот, ну, он проходил. Ну, 2,60, да. Проходил. Ну, 14-метровая штанга, це у нас, оно получилось. Вон, наверное, что на двенажках, что на четырнадцатых сзади, наверное, однаково. А потом уже иди ширина захвата крив. Ну, хоть бачишь, хоть с законом про негабарит. Может, двенадцатиметровый, может, трог и этот. Уще может даже быть. Не, не обязательно. Ну, по пів метра. Ты думаешь, криво? Форсунки, да, конечно. А, сами просто моими штуками. Да, да. Ну, то таке. Ну, два шестьдесят проходят, слава богу. Чтобы уже знать, знаешь, что можно топтать по асфальту, свободно складеным, идуть вони в жопу, блин. Ну, добре, займаемся, короче. Ближе, может, чтобы посмотреть, получится? Да, видно. Нормально? Да. Видно, что выбиты болты, ну, это будем новые болты ставить. А по отварах, тут получается, в принципе, нормально, да? Можно будет усилить тоже. Нет, тут нормально, мне кажется. Ну, скорее всего, что... А, ну, трошки. Ну, поднимемся, что мы найдем, какие шайбы. Может, плотнейшие шайбы, чтобы плотненько, плотненько. Да, плотнейше будет, тогда поставим. А тут ось, ну, покажи. Там прямо в отверо так направляй, я думаю, будет видно, да? Чи болта вставить. А что там болта вставлять, там видно и так. Вот так, да? Ну, це ж мы ни разу еще не ликували, ничего. Ну, тільки там это пружина. Ну, трохи підваривали там на пружинах, и все. Ну, короче, сейчас займаемся тем, что я сказал. О, сабливо тут показывать ничего, покажем уже готовую работу. Может, открыли какую-то форсунку, глянь, грязь, может, я туда покажу. Да нет, там, да нет, там таке трошки оно. Песочек трошки. Да, тут, как всегда, проблем особливых немало, тема че 0,4, воно ж важче забыть, забыть их важче, чем 0,4. Ну, зачем закрываешь? Ну, все. Скажи ей, хайрута закриє. Вот, закри. Да, уже. Может, мы на колесо поедем? Вадь, яка серія? Чего он? Ты там не бросились волновать? Ну, точно не знаю. Пятая тільки? А ты же с перерывами. Ну, я не знаю. Ты за экструдером дивишься. Знаешь, я проезженькую. Дивишь? Годить? И все, найщастливей будешь. А с хвостами? Так. Закончили мы підремонтування те, что хотели. Сейчас, поки там будем раскладаться. Розкажу, покажу. Ничего сложного, абсолютно ничего сложного. Спокійненько. Підготували до работы. Зараз розкладемо штанги. И включим, ну, переверим, чтобы там тиск был, чтобы все форсуночки. Мы их помили, конечно, все нормально, как бы. Ну, переверите не завадит. Чтобы быть уже впевненными на 200%. Что-то чего. Что произошло? Ну, подивились масло, рівень в насосе. Все, рівень, масло чистенькое. Все. Карданчик подивились. Все нормально. Не болтается. Хорош. Не болтается. Помазали крестовинки и все. Підъеднали на тому и все. Значит, по оприскувачу, что мы сделали. На этих фіксаторах. Ось тут, как видите. Не, раскрывать будем по-любому. Разложите. Ну, давай, разложи. А я потом расскажу на этом криле, пока ты разложишь там. Були проблемы, короче, с люфтами и с шатами такими. Вот тут в данном узле. Взяли таку саму трубу. Примерно 30 фтора тут труба, наверное, да? Чи сороковка, может. Не знаю, 30 фтора. 30 фтора, наверное. Ну, не важно. В принципе, взяли таку саму трубку, яка тут оце вот так вот стоїть. Розпиляли ее пополам. И наверх поставили сюда, под оцей повзуночок. И сделали утовшение этой детали, как бы новую трубку сделали. Такую, на половинку. Теперь воно фиксуется лучше. По болтам, по крилам. Иди сюда, потому что я сам не покажу. Да зачем ты ее сам? Мы же будем собирать ее потом. По болтам, по крилам покажи цей. Ну, что люфта немало. Сейчас, сейчас, я не знаю. Нет, дай спид сонца. Сонце, Юра, дай мне сонце. Сюда свет. Передит. Во. Уже цеплювків немає. Что сделали? Шайбочки на 10, плотненькие, товстенькие. Такие красивенькие, плотненькие, как я сказал. Приварили ось сюда, в середину, вправо и сліво. И все. И таким чином все люфты, зайвий, пішли геть. Так само все зробили ідентично. Ось на подовживачі крила. Ось тут. И вот там, с цієї сторони, теж все це діло зробили. Зараз запустимо штанги. Ну, штанги, что криво висеть, не дивиться. Ми не чпали просто цими. Видно. Ну, запускай. З минулого року, что-то воно так кривенько. Але все там, все ціленькое. Головное, что ніяких трещин, ничего немає. Клапан, наверное, там переключено. Клапан, да? Во! Ну, во, воздух. Или воздух, или клапан надо переключить еще. А, ну, газу, газу. Скільки оборотів? Вот, нормально, он прокачало. Ну, воздух просто пух. Хай працює. Хай працює. Вода тут чиста, абсолютно ніяких запахів. Так що не переживайте. Все нормально. Сейчас подивимся факелі. Якщо на камеру. Буде видно. Ну, на, визуально видно, що бризкають нормально. А ну, шланги дели, щоб не текли, щоб шланги. Ну, тиск нормально. Там, де нитка стоїть, да, этим? Ну, тут не, ну, то таке. Головне, щоб протикання не було капітального. Знаю. Що, біжить чи що? А ти шо, їх відпускав? Ні. А, ну, це, наверное, з хомута, Юра. А, зверх? Наверно, да. А, ну, загляд. А, ну, це ж треба спробувати. Ви, в принципі, тут тільки, ану, виключайте. Виключайте, треба спробувати під час. Ану, попробуй прокрути його, ну, щоб перевірити, що воно. А, болтається, да? Попробуй піджимай. Щас, в принципі, можемо на місто не ставити. Сразу запустиш, і воно покаже. Ну, щоб проблему, знаєш. Щоб по триста разів їх не знімати. Ану, да, хорош. Чуть-чуть підтягнув, ж, може. Ану, отут, оце, попробуй цей клапан. Що, этот, капал оцей, да? Так я ще підтягнув. Ану, ну, заводь давай, подивимось, щас. Ну, трошки такі нюанси є. Ну, це, нічого страшного, щось хомуток послабився. Щас, щас, щас. Ну, а все, капає тоже. Та я не знаю, не, ну, там та самая, що тут, що там, пошли туда, перейди. Ну, тут менше трохи, ну, все равно підкапує. А тут, з якої сторони? Ось, от сюди, оце. Ну, ближе, о, 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 мокре, бач. Ану, попробуй, крутиться так само, да? Чого, воно послабило, чи що? Ну, шланги ще не дубові, в принципі, ну, послабили. Ну, на цьому все, ну, я так пройшов, ніде нічого не капало. Ну, короче, кажучи, підремонтувалися, то штанги. Ну, так, воду ж треба буде ще качнути штанги. Ну, не зовсім прямо рівно, щоб стали, скажімо, як повинні там чище. Ну, набагато краще, ніж було до ремонту. І люфти повбирали, якби, так що все нормально буде. Працювати буде, нікуди не дінуться. Дякую за перегляд. Ну, от так от потихеньку займаємося. Я не знаю, зараз поїдемо на поле, подимемося, може, завтра поїдемо поранувати. Вторий раз подимемося. Бо сьогодні так припікало сонечко, може, бур'янці попрокиталися сильнішими точками посмикати. Ну, то вже буде у наступних відео. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.